Что делать при остановке сердца, как оказывать первую помощь при ожогах, переломах и других травмах? Все это и в теории, и на практике в роли инструктора освоил Эльбрус Картоев. Он принял участие в межрегиональном сертифицированном обучении инструкторов по оказанию первой помощи. За три дня добровольцы прошли практику в группах по четырехэтапному методу обучения и узнали много нового. К примеру, как коронавирус внес изменения в правила оказания первой помощи при остановке сердца. Последним рекомендациям полностью противопоказано делать искусственное дыхание рот в рот. Именно в связи с тем, что есть риск зарождения этой коронавирусной инфекции. Если же у нас имеется какой-то защитный экран, маска или что-нибудь, то мы можем делать искусственное дыхание. В другом же случае мы можем делать только компрессию грудной клетки, то есть надавление на грудную клетку. Образовательные курсы организовало Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики». Проходили они в Российском национальном исследовательском медуниверситете Пирогова в Москве. В числе 57 добровольцев из 31 региона наш представляли два человека. Вместе с Эльбрусом обучение прошел и Магомед Базиев. Обучение само прошло в позитивной ноте, то есть люди были интересные, все проходило в игровой форме. То есть у нас были лекции в первый день, то есть рассказывали теорию в большинстве случаев. И новое для нас это было введение психологической поддержки пострадавшим, то есть так как с пандемией это является более значимым. А второй день у нас была посвящена практике. Обучение прошли волонтеры, которые уже имеют сертифицированные навыки оказания первой помощи. Цель курсов – научить добровольцев грамотно и ясно передать эти знания другим людям, например, детям. К ним подход особый. Было очень сложно, конечно, так как детям ты не объяснишь, что такое дефибриллятор, что значит СЛР. Мы просто объясняли общими понятиями. Например, СЛР – это просто человек не отвечает на ваши вопросы, значит он без сознания. То есть мы его слушаем, мы не слышим сердце, значит мы видим, что остановилось сердце. Это максимально легко запомнить ребенку. После обучения добровольцы сдали экзамен и получили удостоверение. Они теперь дипломированы инструкторы по оказанию первой помощи. В дальнейшем мы планируем развиваться и тоже обучать других людей первой помощи и тоже выдавать им сертификат инструктора первой помощи. Мы договорились именно с организацией, мы договорились о том, что мы уже лично сами сможем выдавать сертификат. Именно с юридической точки у нас будет право выдавать сертификат и выпускать своих инструкторов именно внутри вуза уже. Ингушское отделение общероссийского движения волонтеров-медиков на базе НГУ открыто два года назад. У него входит 150 добровольцев. Они принимали активное участие в помощи людям, особенно в период пандемии, разносили продукты и медикаменты. Помощь наши студенты-медики активно, так сказать, оказывали, продолжают оказывать. Я думаю, это будет продолжаться дальше. Мало того, могу сказать, что насколько я информирован, их работа получила высокую оценку в центральном штабе волонтерского движения. Сейчас Магомед и Эльбрус помогают больным в красной зоне, оказывают доврачебную помощь. Ну а в будущем намерены проводить мастер-классы в школах, СУЗах и ВУЗе. Дана Плиева, Магомед Дедигов. Новости 24.